Еще один неудачный контортотовый, винтосообразный нижегородский локомотив, теперь в каждом матче решает задачу сохранения места в высшей лиге. А хозяева Ростовчани, став одной из самых малопропускающих команд, перестали стабильно много забивать, что и решил поправить новичок Рассельмаш и Дубник. Он исполнял навесы с прицелом на Маслова, а вот во что целился Нижегородов на четвертой минуте в мяч или в ногу Дубника, по большому счету и не важно. Удаление. Первым всю серьезность текущего момента постиг чудным дальним ударом, наметив стратегию нижегородских атакующих действий в меньшинстве. Этизм, отработанных в прошлом сезоне. Только вот Маслов, не утратив позиционного чутья, подрастерял галеодорские навыки. Без них у ростовских атак не было концовки. Однако начало и развитие получались, и этого оказалось достаточно всеми сфратарской ошибкой. Мяч после подачи Бондаря улизнул от Севсенкевича, как от нерасторопной наседки. Игорь Семенков под Катей делал учет 1-0. Стало ясно, что Рассельмаш и впредь будут придерживаться тактики навесов. Справа их исполнял Дубник, и острота возникала с неизменным постоянством. Пятка Маслова засталась в Семенкевича врасплох. А у нового подката Герасименко отрицательный результат, написанный на лице сбитого Лепко. Главный итог Рассельмашевских перестановок в перерыве — усиление атаки. Крудиус вместо Тернавского, и эта замена делает погоду спустя считанные минуты. На плечах Герасименко висят двое. Но помехи только помогают ему забивать. 2-0. Первым на кадровую потерю основного голкиперов мыф реагирует Чудин, а Савченко показывает, что прыгучести не утратил. Некоторые потери инициативы оборачиваются для хозяев пропущенным мячом. Они побиты своим же оружием. Навес штрафную головой замыкает Ду Юн 2-1. Это придает ростовчанам агрессии. Антонович на предпоследней минуте гораздо расторопнее Власова и Зубкова. Самому себе создавая момент, ростовская «семерка» уходит от неуклужива чудинского подката и подсекает мяч перед носом Михайлова 3-1. Ни один из межгородских киперов не ушел сухим с ростовского поля. В принципе, мы в Ростове всегда тоже удачно играли последние годы. Но сложилось так сегодня.